Здравствуйте! Проходите, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, пожалуйста, Аркадий Алексеевич! С днём рождения, дорогой наш! С днём рождения! Пожалуйста, дайте мне мужчину, я вам приняла! Я очень рад вас видеть! Вы не представляете, какие чувства у меня... Я в более выгодном положении! Я вас часто вижу! На экране телевизора! С днём рождения! Рад очень вас видеть в добром здравии! В крепкое рукопожатие! В вертикальном положении! И, как положено, в вертикальном положении! С днём рождения! Вот так по семейному теплу встречают гостей Аркадий Моисеевич Бляхер. Они не гости вовсе, а друзья, которым особого приглашения не нужно. Друзей в гости не зовут, с улыбкой говорит Аркадий Моисеевич. Уже порядка 12 лет связывают сегодняшнего председателя Брестского горысполкома Александра Рогачука, Татьяну Гагакову и Вадима Левковича, работников Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Брестского облсполкома такие вот родственные отношения с героем нашего сюжета. Он и советчик, он и друг, он и учитель. А для Аркадия Моисеевича подобные встречи – подпитка к написанию новых статей, очерков, рассказов. Если говорить, почему я это делаю, тут я не могу обойтись без вас. Когда мы стали контактироваться, я уже посчитал сегодня, уже 12 год пошёл, с 54-го года, 12-й год пошёл уже, вот это, что вы меня стали привлекать, жюри, там газеты, потом, значит, эти встречи, всегда приятные, всегда какие-то человеческие такие оставляют. Любая встреча всегда оставляла добрый след. И это как бы меня заставило снова сесть за письменный стол. Великая история из первых уст, мы не имеем права забывать её, ведь она учит беречь мир, сохранять его, бороться за него. Именно на войне Аркадий Моисеевич понял это и первый шаг в большую журналистику сделал на фронте. Сколь много строк вышло из-под его пера, сколь много мыслей положено на бумагу, мудрых, точёных и точных, острых, правильных мыслей. Он пишет правду за правду, за профессионализм и особое отношение к людям, его ценят и любят коллеги по цеху, студенты, школьники. Его уважают дети, внуки и правнуки героев той уже такой далёкой войны, с которыми Аркадий Моисеевич ведёт активную переписку. Моя мечта – собрать те мои публикации, которые были. Вот, это самое. И чтобы едино соединить, чтобы остался такой удобный след. Я сохранил. А что сделать? Продолжать вспоминать мою, свою пожизненную тему, войну и память о ней. Но уже говорить о войне, о войне, не только о боях, не только вот. Когда я встречался с Константином Симоновым, у меня там фотография есть, он с дарственной надписью, он говорил, что война – это уроки человеческой доброты. Ну, какие могут быть уроки человеческой доброты на войне? Но что он имел в виду? Те взаимоотношения, которые сложились на фронте между однополчанами и так далее, я убедился, что он действительно истинно прав. На войне говорили, смелость города берёт, а уж годы смелым точно не помеха. Именно так. Ведь Аркадий Моисеевич не покоряется годам. Да и какие они эти годы? Он стойко стоит в строю и мечтает. Чтобы о войне говорили только о прошлом. Только о прошлом. И говорили именно о том, что способствует первой нашей жизни. Для этих уроков. Ну, и чтобы внуки здравствовали, жили под мирным небом. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.